Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение недельной главы Торы Вайшеф Мы вчера остановились на том что братья услышали от Йосифа о снах которые он им рассказал и братья его возненавидели еще больше то есть ситуация очень напряженная отец пытается ее успокоить и надо было это как-то предвидеть Яков выделил Йосифа он надел ему красивую рубаху разноцветную наши мудрецы говорят что с длинными рукавами рубаха то есть ему работать не нужно он праведник он мудрец Торы а братья работают пасут скот и Яков говорит пойди к братьям Яков отправил братьев посети скот в шхем шхем это достался Якову мы знаем пусть события с Диной вот он говорит иди посети скот в шхеме они взяли своих овец пошли в шхем 10 братьев Яков говорит Йосифу пойди осведомись о благополучии братьев о благополучии овец и можно подумать если Яков знает что такая страшная ситуация что братья плохо относятся к Йосифу как же он может его отправить но наши мудрецы говорят что Яков вообще такого себе представить не мог что его сыновья могут это сделать он думал наоборот Йосиф пойдет пообщается с ними и помирится и все будет хорошо и Йосиф отправляется он говорит когда Якова признал он говорит я сделаю все он пошел без задней мысли в этом даже не думал что такое может случиться пришел датан их там нет ну казалось бы все ты выполнил то что отец сказал тебя же отправили в датан но он хотел найти их и встретил его человек и говорит Йосиф спрашивает где братья пасут он говорит что ищешь где братья пасут он говорит я слышал как они говорили пойдемте в датан Йосиф идет и наши мудрецы говорят что это был непростой человек это был ангел Гавриэль Йосиф идет в датан братья увидели его издалека и сказали вот сновидец тот приходит давайте убьем его и посмотрим сбудутся его сны или нет и когда Йосиф подходил к ним они его схватили сняли с него рубаху эту разноцветную и решили убить но Рювен сказал пусть наша рука на нем не будет он наш брат давайте бросим его в яму вот на воле Всевышнего все как Всевышний решит так и будет братья соглашаются Шимон его сбросил в яму и написано яма эта пустая была в ней не было воды наши мудрецы говорят а что в ней было если не было воды были змеи и скорпионы но Всевышний спас Йосифа они сразу от него разбежались в стороны у нас есть такая история в книге пророке когда был Даниэль брошен царем в ров со львами в яму и львы для него были как коровы не тронули его тоже чудо невероятное так и здесь и потом братья садятся есть хлеб как будто ни в чем не бывало то есть наши мудрецы говорят ну как они могли так сделать они же все-таки люди которые знают Тору как они могли так поступить нет они как миньян 10 человек их было приняли галактическое решение за то что он хотел наказать братьев что они совершают такие-то преступления оговаривал и написано Торе что человек который хочет уже свидетельством сделать что-то плохое через суд то есть оклемета человека которого может и смертная казнь постигнуть то то сделать надо с ним самим но они посоветовались и решили да что Йосиф заслужил заслужил смертной казни в общем они себя чувствуют правыми Рювен не мог с ними кушать вместе он отошел и тут написано что братья увидели вот караван и шмейльян приходят из Гелиада несут они пряности пряности обычно они носят скипидар какие-то вонючие жидкости керосин типа а тут пряности или караван и они решили Йогуда сказал что толку если убьем брата нашего он говорит давай продадим его и шмейльтянам и рука наша не будет на него все таки он наш брат наша кровь не проливает ее крови братья с ним соглашаются наши мудрецы говорят если бы Йогуда сказал вернем его отцу они бы тоже согласились потому что он пользуется авторитетом если Риувен особым авторитетом не пользовался то Игуда реально пользуется авторитетом написано и когда проходили мимо люди Медьяна купцы они вытащили Йосифа и продали его за 20 серебряников ишмейльтянам ишмейльтянам его правнук рожбам влацерной памяти он говорит братья не продавали Йосифа это медьянятяне нашли Йосифа вытащили из ямы и продали его ишмейльтянам как они могут быть рядом потому что это один народ один караван Медьян с ишмейлем это два родных брата и по отцу и по матери написано что Медьян четвертый сын Аврагама от Ктуры и вот ишмейль первый когда его звали Гагарыш так получается братья ничего не могут быть вместе вот они и продали его ишмейльтянам но по мнению Раши братья продали на эти 20 серебряных монет они купили обувь а рубаху его разноцветную они обмакнули в кровь козленка зарезали козленка и сказали вот теперь мы кошерная козленка зарезали он говорил что раньше не кошерная резали и теперь вот эту рубаху надо представить отцу наши мудрецы говорят кровь козленка напоминает по цвету человеческую кровь вот взорванная одежда и пришли не пить не пить не пить спиртного чтобы не рассказать чтобы не принести горе отцу своему что это они такое горе сделали и поэтому они все эти годы пока Иосифа не было они к спиртному не прикасались вот так вот такая вот такая ситуация вот написано что медянитяне продали Иосифа в Египет Патифару царедворцу фараона начальнику палачей нашим мудрецы говорят четыре раза перепродавали Иосифа потому что все время это меняется то его ишмаильтяне покупают ишмаильтяне то фараон помощник фараона этот Патифар получает из рук медянитян потом написано купил его у ишмаильтяна то есть все время меняется четыре раза его перепродавали потому что когда его покупали и вели Иосифа то как только кто-то замахнулся на него рукой или кнутом то сразу начинал хромать и ураган начинался они быстро перепродавали то есть Всевышний приводил их быстро в чувство вот так вот то есть была невероятная ситуация и на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан за поднятие души Берт Абат Исраэль Павел Бен Ефим Самым Бен Герш Хаймал Кабать Йосиль Мир Абат Абрагам Роза Бат Михаэль Паменьки Ури Бен Харитон Медель Бен Медель Яков Бен Ахум Владир Бен Григорий Здоровье Светлана Бат Клара Шимон Бен Несхак Борис Бен Мария Анна Бат Ривка Полина Перва Соня Сура Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен Софья Двойра Бат Мирям Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йоси Бен Раиса Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берт Евгений Бат Ита Афира Бат Анна Геннадий Бен Елена Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Цара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Яков Йоси Бен Рахель Шимон Бен Мира Фейк Бат Берта Ася Бат Года Марк Бен Нина Ира Бат Вера Леор Бен Клара Рафаэль Бен Клара Хана Цепора Бат Сара Ида Бен Хая Адива Нефим Бен Соня Мазвел Парнасас Гула Ирина Батури Орона Ре Бен Ури За хороший дух Орона Ре Бен Двор Радис Бен Нахум Ангаль Бат Сара Хана Бат Рафаэль Рафаэль Ре Лейб Бен Лариса Парнасай Брют Ладин Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего хорошего Легу Марченко Всем браха Парнаса Каванам Мазвел Тор Что мы это время Не грешили Учили Тор Всем всего самого на лучшего Желаю всем крепчайшего здоровья И до следующих встреч Надеюсь Остается завтра В 15.30 Шалом